Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Субсидируемая государством ипотечная ставка снижена с 13 до 12% годовых. На снижение правительства пошло после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 15 до 14% годовых. По оценке Минфина, вносимые изменения позволят сохранить величину субсидий на ранее определенных для банков и агентства по ипотечному жилищному кредитованию условиях. При этом предоставление субсидий предлагается прекратить в случае снижения ключевой ставки до уровня 8,5% годовых и ниже. Программа специального ипотечного кредитования позволит выдать гражданам в 2015 году жилищных кредитов не менее чем на 400 миллиардов рублей. Ага, следующая новость как раз в тему будет. Зарплаты россиян тают на глазах. Не то чтобы платить перестали, просто идет обесценивание. Только за месяц реальные зарплаты снизились на 5%, а за год с учетом инфляции они упали почти на 10%. Отмечается, что подавляющее большинство компаний даже индексацию не проводят, а работники уповают хотя бы на то, чтобы выплаты шли своевременно. По подсчетам Росстата в феврале средняя зарплата россиян составила 30 600 рублей, что оказалось даже ниже январского показателя почти на 4 тысячи. В Египте снова паника из-за акул. Хищница напала на немецкого туриста, который плавал в открытом море. Бедняга скончался по дороге в больницу. До этого случая несколько нападений на туристов произошло в конце 2010 года. Роспотребнадзор даже планировал запретить продавать туры в Египет. Вообще-то акулы-убийцы в Египте редкость. До нынешнего времени случаи нападения были редки и происходили далеко от пляжей. Ученые говорят, что ситуация аномальная. Тем не менее, есть и обратные прецеденты, когда турист, прыгнув в воду, случайно попал точно в голову акулы, которая умерла на месте. Непонятно, правда, от чего. От сотрясения или от обиды. В общем, возможно, цены на Египет снова снизятся. На сегодня это все. Удачи в делах.